всем привет дорогие друзья в ремонте у нас сегодня шлейф вот такой это у нас nokia c3 если не хочу посмотрю nokia nokia c301 у нас кнопочная с сенсорным экраном да да кнопочная с сенсорным экраном этого нас вот так touch менен и уже не знает проблема у нас прям на лицо у нас сим лоток есть контакта у нас одного нету то есть пять контактов есть 6 нету есть у меня сим лоток вот он но это только подложка в сборе не нашел вообще раньше продавались полностью вот такие шлифа сейчас уже нету телефон достаточно хорошие все еще пользуются так что будем пробовать как-то это разбирать смотреть снимать хоть я это я не хочу ну что же делать назвался груздем полезай в короб будем наверное паяльником снимать аккуратно потому что у нас рядом лоток под карту памяти какие-то элементы еще стоят чтобы их не повредить будем снимать паяльником паяльник у нас уже нагретый жало и наверное сейчас будем жечь опять свои руки как обычно температура паяльники где-то около 400 градусов до жало горит ну что же поделаешь у нас nokia припой использовали вообще хороший так что пальцы не горели сильным из вот так вот и сделаем будем отогревать и приподнимать одновременно до один есть у нас еще усложняет у нас работу то что у нас там одного контакта нету с корнем вообще придется искать куда он шел так маленько припой а возьму чуть-чуть буквально легко плавка до ошибись хорошо так сюда мы наверное не подлезем с этой стороны придется греть задней стороны задней стороны сейчас этого тут на секундочку провода от айфонов такие упали лабораторника где мы там грели ты уже не помню здесь погреем сейчас будем надеяться что от появится так чтобы не греть феном феном греть я не хочу что-то не отпаивается ладно пробовать что подлезть паяльником шлейф достаточно плотный принципе так один есть и последний час по я порваться он наверное не порвется даже если порвется в принципе невелика потеря все отлетелось потому что nokia припой использует ужасный так вот так это все у нас выглядит но паять мы будем это с той стороны принципе нам не важно что у нас так все выглядит все монтажные площадки у нас на месте ничего не оторвали теперь надо отпаять остатки старого лотка я так думаю тоже паяльником дойку вообще не хочу сюда включать где-то мне пинцеты же были пинцеты где-то были у меня так берем 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 припой можно в принципе раза взять четыре раза не хочу нюхать сегодня так голова болит без раза и приподнимаем уже неудобно все это надо было приклеить к столу конечно тем не менее уже поздно что-то делать паять нагреваем приподнимаем вот последний не приподнимается что надо надо флюса маленько на флюсе и мы уже будем смотреть куда у нас контакт шоу которого у нас нет вообще надеюсь что мы его найдем что это будет у нас не зря так этот есть приподнялся вот эти два тоже и по ходу дела у нас где-то в центре еще что-то держит так что центр тоже мы с нагреем и вот такими движениями весь лоток отсюда оторвем вообще полностью да вот у нас тут центре держала так 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 есть у нас есть контакт есть контакт так что у нас на этом лотке тоже есть посередине да у нас тоже посередине имеются монтажные пятаки что не фокусируйся есть посередине монтажные пятаки ну до них мы не пролезем а нет пролезем в принципе так что можно здесь даже и не выискивать просто взять и поставить и припаять его вот к этой площадке да так мы и сделаем здесь просто дофига фиксируем вот так вот мы это делаем так наверно все таки я приклею его наверное все таки я за кадром приклеил все таки к столу завладел питокитом маленько сейчас вот тут тоже подглудить надо конца чтобы можно было прям сверху подпаять чтобы ничего не мучило меня эти пятаки мы поглудим сейчас внутреннюю чуть-чуть прямо тут принципе сильно такой цепкость это я не надо лишь бы контакт был все так и вот эти вот надо тоже проводить сразу удается плюс стать у нас баку 223 самый-самый дешевый который не жалко тратить него льем мы ему димы по я им принципе он отрабатывает свою так у в принципе оно хватит я так думаю теперь нужно правильно расположить это все дело чтобы у нас все совместилось и и прямо вот эти вот отверстия которые были на разъеме я наверно и пропаяю на разъеме я наверно и пропаяю на разъеме я наверно и пропаяю один есть люди ходят не дают нормально паять так эти внутренние три я уже пропаял видите да пластик маленько поплавился но не страшно теперь нужно вот эти пропаять чтобы фиксация была чтобы не отвалилось ничего третьего у нас как вы помните нету но это не страшно но и без него сможем прожить у нас так для виду сейчас отклеим переверну и там еще пропаяю три контакта вот эти вот из этих мы уже конечно же прожить не сможем так как они у нас все таки контактирует сим-картой и вот этот контакт все сейчас я под лукой гляну еще что все пропаялось и можно будет дальше дальше как-то еще можно маленько продавить конечно вот этот контакт чтобы он лучше фиксировался в целом все нормально так теперь требуется убрать излишки припоя вот этого у нас только плавкого вот с этих монтажных площадок есть и маленько припоя туда можно нанести вот этого это у нас хенкель маркировку я не помню он у нас близко к под 63 плавится вообще изумительно мне нравится плюс он флюсосодержащий и можно сразу лудить без каких-либо флюсов так и у нас есть вот такая вот балда которую мы отпаяли вот ее надо теперь припаять обратно ее будем упаять с той стороны сейчас примерно зафиксируем как она должна быть и можно будет ее пропаивать сейчас пальцы конечно я свои подпалю опять ну что поделаешь такая у меня работа наверное сначала нужно так одну сторону припаял пока за кадром телефон у меня надо снимаю на телефон приказал долго жить камера выключается сама по себе от перегрева телефон мейзу кстати кому интересно после обновления начала перегреваться камера ну откатывать я его не хочу я его просто поменять хочу на другой телефон а его продать вот с этой стороны нагреваем что припой у нас с той стороны расплавился если не расплавится в принципе можно будет термо-воздушкой маленько подогреть я думаю потому что хрен его знает расплавится он или нет так то можно изнутри подпаять еще раз повторюсь у нас тут нагрузки такой нет никакой на этот узел так как он стоит у нас в телефоне сейчас еще один контакт пропаяю телефон соберу вставлю сим-карту и будем проверять так дорогие друзья телефон у нас почти собран сейчас камеру маленько прибыли выключился по ходу дела нет не выключился видим сеть ловит теле 2 время у нас неправильно микрофон динамик я уже проверил сейчас собираю корпус и на этом можно считать ремонт оконченным а вам спасибо за просмотр не забываем подписаться на канал поставить лайк до новых встреч пока пока